Возможно, скорая помощь Чувашии перейдет на транспортный аутсорсинг. По словам министра здравоохранения Чувашии Аллы Самойловой, сейчас рассматривается предложение о внедрении нового проекта в нашей республике. Сейчас активно обсуждается вопрос о государственно-частном партнерстве в отношении автопарка скорой помощи. В какие сроки это будет внедряться, не уточняется. Говорить о времени запуска программы рано, заявила министр здравоохранения Алла Самойлова. В республике реализуется программа модернизации здравоохранения, которая обеспечивает обновление материально-технической базы медучреждений. Оснащение службы скорой помощи сейчас приоритетно. В нашей Чувашской республике всего работает в системе скорой медицинской помощи 243 автомобиля. Естественно, часть из них имеет уже стопроцентный износ, часть из них требует срочной замены. Естественно, если мы будем говорить о полной замене всего автопарка, это довольно серьезное вливание финансовых средств из республиканского бюджета. В данном случае на помощь могут прийти частные структуры и бизнес-сообщества, возможностью вложиться только автомобилями. Если Чуваша будет работать по аутсорсингу, то автотранспорт для скорой будут предоставлять частные компании. А это может сократить расходы на их закупку, ремонт и содержание. При этом медицинская помощь полностью сохранится в системе здравоохранения. Приходит структура, то есть они выставляют нам счета за пользование автомобилем, предоставляя при этом полностью укомплектованный технический автомобиль не медицинским оборудованием, а именно технически автомобильным оборудованием. Тогда эта организация полностью обеспечивает контроль за техническим состоянием автотранспорта. В европейских странах система транспортного аутсорсинга работает около 30 лет. Частные фермы предоставляют автомобили полицейским, медикам и пожарным. Новый проект, как показывает опыт в других регионах России, уже реализуется успешно. Так работают в Пермском крае, Кировской области и Башкортостане. Но даже если в республике будет внедряться аутсорсинг, то не повсеместно, только в отдельных бригадах службы 03. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика.